Всем всего! Хотелось бы напомнить, что у меня также есть каналы в Телеграм, Дзен, Рутуб и ВК, поэтому переходите по ссылке в описании и подписывайтесь, а то мало ли что. Сегодня я буду разбирать тему, из-за которой в меня могут полететь какашки, причем с разных сторон. Потому что я просто постараюсь быть объективным. В современном мире объективность или попытка быть объективным, это не всегда хорошо. И я уже даже не говорю про то, что ее в принципе нет как таковой, ну хотя я попытаюсь хотя бы просто приблизиться к объективности. Мы будем разбирать Stalker 2 и Atomic Heart, при этом с разных сторон, про которые регулярно говорят в интернете и перекидываются известными субстанциями друг друга на эти темы. Хотя знаете нет, все-таки есть одна объективная истина. Пополнить кошелек Steam сейчас крайне сложно, если конечно вы не готовы платить дополнительную комиссию в размере 25%, и это еще помимо того, что берут банки за перевод. Если еще учитывать комиссию банков, то это уже около 40%, а то и 50% выходит. Но есть и адекватные люди, которые берут всего лишь 6%, что по сравнению с другими сервисами просто подарок. Тем более уже совсем скоро стартует весенняя распродажа в Steam, а упускать ее, ой как не хочется. И вот тут на помощь приходит Steam Balance. И как раз таки там самая низкая комиссия, которую я встречал. При этом при всем пополнение баланса происходит моментально. Почти тысячи живых отзывов в ВК дают понять, что сервис работает как часы. Вот сейчас я сам пополню свой Steam кошелек на 100 рублей. Только наверное ускорить этот процесс, а точнее процесс заполнения реквизитов банковской карты. И вот как видите деньги пришли моментально. Также на сайте есть раздел со скидками на игры в Steam, в котором удобно смотреть какие игры сейчас на распродаже. Можно узнать скидку, посмотреть скриншоты, видео, системные требования и сразу же пополнить кошелек Steam на нужную сумму без лишней конкуляции. Сервис за вас все сам подсчитает. Ну и специально для вас, со Steam Balance мы запускаем конкурс в моей группе во ВКонтакте на 1000 рублей на баланс Steam. Условия крайне простые. Добавь сайт steambalance.ru в закладке. Подтверди это скриншотом в комментариях. Подпишись на Steam Balance во ВКонтакте. И при этом нужно быть подписанным на мой паблик во ВКонтакте. Ну и лайк на пост. Все довольно просто. Первое место 500 рублей на кошелек Steam. Второе место 300 рублей. Ну и третье место 200 рублей. Итоги конкурса подведем через неделю в моем паблике. Ссылка на сервис и ссылка на конкурс будут в описании. Переходите, пользуйтесь и участвуйте. Длительность разработки, команда, финансирование и так далее. Я буду поднимать тему по насыщенности известных масс. Для начала наименее зловонные. Если мы будем, а мы будем обращать внимание на высер, который нашумел в интернете под названием «Пожалуйста, не покупайте атомных карт», то можно сделать вывод. Разработчики атомного сердца слишком рано открыли предзаказ. И это правда. Сама игра разрабатывается не так давно, как ее концепт. Первые ролики датируются аж 2008 годом. Но это все работы художника. Как таковой игры еще вообще не было, как и самой команды Manfish. Полноценно разрабатывать игру начали только в 2017 году. Штат увеличивался. Требования к сотрудникам росли. Например, сейчас в студии 130 человек. Но там, как я понимаю, нет тех, у кого нет опыта в игровой индустрии. За исключением 4 человек. Которые и начали это дело. Требования к новым сотрудникам весьма суровые, что, как мы видим, прямо отразилось на качестве игры. Штат, конечно же, не такой большой, как у студии GSC Game World, например. Но и амбиции меньше. Как минимум, с точки зрения масштабов игры. Тут нет огромной, многокилометровой зоны отчуждения, которая полностью открыта, полностью без подзагрузок и так далее. Что, как минимум, делает процесс создания игры чуточку проще. Хотя сам Stalker 2 мы еще не видели. И не знаем, справятся ли они с теми амбициями, которые возложили сами на себя. Поэтому, да, сотрудников более чем в два раза меньше, чем у GSC Game World. Но это не значит ровным счетом ничего. Жанры у игр, очевидно, разные. А про компетенции разработчиков студии GSC Game World ходят разные мифы и легенды. За их достоверность я не ручаюсь. Что, мол, в GSC Game World много начинающих разработчиков, которые работают за копейки. И много аутсорсеров. В то время как ветераны игровой индустрии зарабатывают там хорошо. А основная масса это студенты с небольшим количеством опыта. Но это все спекуляции. Брать их в расчет я не буду. Тут надо как бы самой игры дождаться, чтобы понимать, так это или нет. При этом, если мы будем брать в расчет то, что Atomic разрабатывается 2017 года, нужно подметить кое-что очень важное. Не было инвестиций. Точнее, они были, но мизерные. Поэтому предзаказы так рано и открыли. Потому что денег не было. Финансировали разработку в основном сами создатели студии. И до конца 2019 и начала 2020 года штат в студии был всего лишь 40 человек. 40 человек это мало. Крайне мало для такой крупной игры. Но денег не было. И как только им удалось закрыть сделку с Тедсент, все стало сразу намного лучше. И если мне не изменяет память, то это случилось в конце 2019, в начале 2020 года. Потому что если в конце 2019 года, в начале 2020 года в студии было 40 человек, то вот сколько их было в 2017, сколько их было в 2018 году. Но по итогу они сами создали себе возможность. И самое главное, не просрали ее. А что там со Сталкером? На момент анонса в 2018 году вышел подкаст с Сергеем Галенкиным. Который прямо сказал, что там даже конь не валялся. То есть игры вообще как таковой нет. Якобы Сергей Григорович просто объявил о желании и о планах сделать вторую часть Сталкера. Сам же Григорович потом заявил, что все эти об***ни ложны. И вообще игру уже делали на тот момент. Но тут я на самом деле судить не берусь, но я сейчас насклонен верить Сергею Галенкину. Ведь это бывший старожил игровой журналистики. У которого очень много связей на постсоветском пространстве в геймдеве. Тем более на Украине. И он явно понимает то, о чем он говорит. Поэтому разработку Сталкера 2 я бы начал отчитывать с 2018 года. А что по деньгам и по количеству сотрудников? Для начала проясним. У Григоровича денег немало. Заработал он большие деньги благодаря первому Сталкеру и двум аддонам к нему. Причем еще после первого Сталкера он отказался от издателя 1С. И создал свою контору GSC Game World Publishing. Чтобы не делиться деньгами с другими издателями. Но вот только на западе так не прокатило, поэтому там были свои издатели. Считать чужие деньги дело неблагодарное. Но важно понимать то, что по факту GSC Game World могли бы финансировать разработку Сталкера 2 с нуля самостоятельно. Но Григорович так делать не стал. Взял деньги у Microsoft. При этом для Сталкера это вообще win-win situation, как говорится. Как и для Atomica. Помимо денег студия получает сногсшибательную аудиторию на старте. То есть если бренд новый, или же малоизвестный на западе, или позабытый уже. То геймпасс это идеальное решение. Именно благодаря этому GSC Game World так плевали на своих фанатов еще задолго до 24 февраля. Ведь какой смысл нянчиться с людьми, которые все равно будут недовольны. Когда есть площадка, на которой тебя ждут более 20 миллионов потенциальных игроков. Да, они тебе денег не принесут конечно же, но дадут сами Microsoft. Да и DLC для игр в геймпасс мало когда входит. Поэтому еще на них денег поднять можно. А главное, что это очень массивная популяризация бренда. Которая крайне положительно скажется в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Ну если конечно же игра хорошая. Да какой там Fallout 76 до сих пор популярен благодаря геймпассу. Но даже несмотря на то, что Manfish и GSC Game World оказались в не очень равных финансовых условиях. Это не помешало самим GSC Game World запустить очень ранний предзаказ. Просто потому что почему бы и нет. Это не поиск дополнительного финансирования, как по мне. Просто ну че, можно? Давай сделаем. Поэтому с точки зрения финансирования студии плюс-минус на равных. В разработке тут все сложнее. Уже нужно смотреть финальный результат от GSC Game World. Который выйдет неизвестно когда, но якобы в этом году. Верить слухам о том, что там сплошные джуны и аутсорсеры, которых кидают на деньги я не хочу. Поэтому тут покажет правду только релиз игры. А длительность разработки, как по мне, сопоставима с Atomic Heart. Начали конечно же на год позже, но на старте им не пришлось буксовать с набором команды, с поиском первичного финансирования и так далее. Поэтому тут паритет, как по мне. Перейдем к более вкусному. Это, скажем так, была филерная часть. Хотя стоп, даже сюда уже можно начинать подливать массажное масло в огонь. Итак, сейчас весь русский интернет в восторге от атомного сердца и радуется за отечественный геймдев. На что ему противоположная сторона выдает факт о том, что в Мантриш вообще-то кипрская студия. Вы чё радуетесь? Мол, это кипрский геймдев, а не российский. Какой патриотизм, пацаны, вы чё? Но в то же время восхваляют GSC Game World. Мол, вот она, украинская контора и украинская игра. Но это лицемерие. GSC Game World с 2001 года зарегана на Кипре. Поэтому, если руководствоваться этой логикой, которой оперируют они, то GSC Game World это кипрская студия, и игра Stalker тоже кипрская. Поэтому подобных криков, что с одной, что с другой стороны, я понять не могу. Казалось бы, тут очевидное равенство, но нет. Крики и кидание говном не проходит даже тогда, когда ситуация просто на 100% одинаковая. Графика. И вот тут начинается сущий ад. После 24 февраля 2022 года многое изменилось. И в этом аспекте тоже. Несмотря на мое негодование в отношении русского языка в Stalker, несмотря на бан в Дискорде и прочее, я тут постараюсь сохранить объективность. Поэтому подыгрывать некоторым блогерам я не буду, особенно тем, кто переобулся. Больше всего меня порадовал хардплей в этом аспекте. Столько говна наговорить на графику нужно постараться. И естественно переобувка. Чуть менее двух лет назад он говорил такие лестные слова, что пересказать их вкратце нельзя. Поэтому вот вам аудиодорожка. Я ее пущу, чтоб вы послушали. А видео не буду. Может он страйк кинет, кто его знает. Но для того, чтобы вы не думали, что я что-то выдумал, это нужно послушать. То же самое хочу сказать парням, которые когда-то и вообще какое-то отношение имели к серии игр Stalker. Ко всем людям, которые делают моды. Ко всем людям, которые вообще имеют хоть какое-то отношение к этой игре. В том числе я говорю и про книги и про все остальное. Друзья мои, живите вечно. Вот я вам честно говорю, вы сделали мир целого поколения. Или даже нескольких поколений. Поэтому 100% прямо сейчас иду в Steam. 100% я прямо сейчас закажу эту игру. Железно. Все, кто пишет то, что типа графика не та, еще что-то. Блядь, единственная игра, которой я могу простить в принципе вообще все. 100% предзаказ, даже без обсуждений, мне хоть она 10, хоть 20 тысяч эта игра будет стоить. Я сделаю предзаказ и с большой радостью исследую каждый уголок в этой игре, каждый уголок в этой вселенной. И очень надеюсь, что дальше будет что-то новое, что-то крутое. Потому что, бля, мне нечего сказать. Я молчу единственный, наверное, раз за всю вообще историю всяких реакций, херакций и всего остального я сидел и молча смотрел трейлер. Или какое-то видео, которое идет целых 5 минут. Я его ни секунды не остановил. Я просто сидел и смотрел его. Больше мне сказать нечего. Просто пресс-ф и просто спасибо. Но случается трындец, который напрочь уничтожает все доброе и хорошее, что оставалось. И начинается переобувка некоторых блогеров. Вот уже отрывок из недавнего стрима Хардплея. И там речь идет про графику. Тоже пущу небольшой отрывок. Это... это чё, это движок из Сорса, что ли, блядь? Подождите секунду. Это чё, это из... из Сорса, блядь, а не мод... что? Не понял, блядь. Это в КС в Сорсе такая же была графа. Так это, блядь, это чисто оттуда все взято. Ну, блядь, ну это пиздец! Ну это говнище, ёбаная, блядь. Что это нахуй? Что, что, что это, блядь, такое? Какой нахуй это Engine 5? И вот тут я не могу понять как его, так и других критиков игры Сталкер 2. Вот за что, за что. А критиковать за графику это нужно быть шизом. Тем более в рекламных материалах. На релизе мы игру еще даже не видели. А в рекламных материалах, как и всегда, игра будет отличаться. От релизной версии. И вот это лицемерие я понять вообще не могу. Почему нельзя сказать прямо, как делали некоторые блогеры? Хотя бы из-за того, что, мол, вы клали хер на фанатов еще задолго 24 февраля. И, мол, мне ваш Сталкер вообще не сдался. Вы меня оскорбили как старого фаната Сталкера, поэтому идите нахер. Или, может быть, после 24 февраля, когда некоторых фанатов чуть не подтолкнули под статью и написали великолепный пост про разделение невозможно, который пахнет чем-то не очень хорошим. Или, может быть, вообще сказать, я патриот России, поэтому идите в жопу. Да, это грубо, но зато это максимально честно. По отношению к ним, по отношению к себе и по отношению к своей аудитории. Почему нужно выдумывать какие-то несуществующие поводы для того, чтобы обосрать игру? Потому что это как-то дурно пахнет и вообще лицемерно. Вы кричите про видео, мол, вот это вот видео, пожалуйста, не покупайте Атоми Харт, это перебор. И покупка украинцами Атоми Харт только для того, чтобы поставить негативный отзыв, а потом сделать рефанд, это тоже какое-то скотство. Но поступаете так, что, мне кажется, когда Сталкер 2 выйдет, если он, конечно же, выйдет, вы тоже будете покупать игру, делать рефанды. Потому что уже большинство блогеров и геймеров переехали в Турцию, например, и будут покупать игру там, потом делать рефанд и писать плохой отзыв. Лицемерненько получается. Но если мы попытаемся объективно сравнить графику Атомик и Сталкер 2, то Сталкер 2 вылезет лучше, и это факт. Но это не из-за того, что создатели Атомика не могут в графен, об этом даже подумать как-то страшно, конечно же могут. Но у них связаны руки консолями прошлого поколения. А игры не должны критически отличаться от версии для нового и старого поколения. Это вызовет волну хейта и вообще как-то в принципе тупо. В то время как создатели Сталкер 2 выкинули эти старые консоли за борт, и у них вообще руки не связаны, делайте что хотите. При этом за основу они взяли Unreal Engine 5, а там уже есть наниты и Lumen. При этом наниты в Сталкер 2 это то, что должно быть нечто крутым. По пунктам. Модели делаются при помощи фотограмметрии, а значит они максимально фотореалистичны. А при помощи нанитов выглядеть они должны очень круто. Если мы посмотрим на польскую инди-игру Черноболид, в которой текстуры максимально мыльные, пусть модели и текстуры сделаны при помощи той же фотограмметрии, но там полигонаж дико убит, он не исходный, так же как и текстуры в принципе. Короче, с точки зрения графики, в Сталкер она будет лучше. Зачем принижать другую игру по надуманным причинам? Выйдет и посмотрим. Ну атомик пусть технически явно хуже, но вот художественной частью он ставит на колени многие игры. Это конечно же вкусовщина, но лично я люблю такой вот своеобразный стиль, который заключается не в том, мол поехали отсканируем что-то существующее, нет. А создадим то, на что в реале даже референсов нет. Для меня Атомик Хард это новый Биошок. Вот как пример, возьмем две игры 2013 года. Одна технический шедевр, другая художественный шедевр. Какая будет выглядеть лучше при возрасте в 10 лет? Биошок Инфинит или Крайзис 3? Вот какая вам больше нравится? Технически, да, Сталкер 2 должен быть круче. Поэтому крики насчет графики я не воспринимаю всерьез. Но вот с художественной точки зрения пока лидирует Атомик Хард, как по мне. Но тут опять-таки нужно дождаться релиза самой игры. И переходим к самому сладкому, то что и послужило, скажем так, катализатором для того, чтобы я сделал этот ролик. Лицемерие, возведенное в абсолют, все как мы любим. Перед релизом Атомного Сердца кричали о том, что игра политична, что в ней есть пропаганда. Знаете, я прошел игру и ничего такого в ней не нашел. Да и не только я. Игра, несмотря на сеттинг, оказалась настолько аполитичной, насколько это в принципе возможно. Я проходил ее только на стриме. И не читал все записки, не проходил все полигоны. И проходил не сильно вдумчиво, потому что ну как бы это стрим. Ссылки если что на ВАСТ, ВК-Лайф и на Телегу, где анонсы в описании. Так вот, люди все равно нашли до чего докопаться. Одно из первых, что люди увидели, это банка колбасного фарша. Да еще и свиной фарш. Да еще и банка какая-то странная, желто-синяя. Но это же очевидная иллюзия, верно? Все, отменяем игру, баним все нахер. Но вот правда казалось куда более простой. Такой колбасный фарш был в СССР. И разработчики, по всей видимости, без задней мысли его добавили в игру. Тем более, это обычные пропсы, которые явно создавались в больших количествах и задолго до релиза. Потому что вряд ли они такие за полгода до релиза, когда отлавливали баги, такие, слушайте, нет, не-не, давайте добавим такую пасхалку, сделаем пропсы. Ууу, какие мы коварные. Серьезно, блять? Тем более, что игра боится поднимать любые политические темы. У меня слов нет. То же самое, как горшок с цветком, который поднимает дрон. Я даже не знаю, что тут сказать. Хотя нет, знаю. Иногда сигара, это просто сигара. Но люди в этом увидели пасхалку на известные события. Мол, этот цветок в горшке, это герань. Но как они смогли это разглядеть, одному только богу известно. Может там другой цветок вообще. Хотя тут уже ничего не докажешь. Лично я не флорист. Ну а также в игре есть агит-плакат, который называется Зачем свинье культура и наука? Удивительно то, что на нем очевидная карикатура на Гитлера и там как бы свастоны. А также удивительно то, что этот плакат реально существовал и выпускали его с 1942 года. А самое удивительное, что люди вообще без всякой иронии и попыток проверить взяли все эти плакаты и банки с фаршем на свой счет. Даже не попытавшись выяснить, существовали ли такие объекты в реале. При этом в этом плакате речь вообще идет как бы про гитлеровскую Германию. Там карикатурно изображен он, там свастоны, речь идет про нацистов. Зачем это принимать на свой счет? Так вот, если вы еще увидели какую-то политику в атомном сердце, напишите в комментариях, пожалуйста, где именно. Я бы очень хотел ознакомиться. А теперь переходим к Сталкеру 2. Ходят слухи, что политики в игре не будет, а если и будет, то ее будет как бы мало. Ведь игра в разработке уже какое-то время. Не то, что новое метро, там как бы сразу уже сказали, что новая часть метро будет только какая политичная. Но вот есть одна деталь насчет Сталкера, которая рушит всю аполитичность игры и претензии к атомному сердцу, к херам. Лето 2020 года. Первый трейлер игры Сталкер 2. И конечно же про это уже много раз говорили, но я повторю. В этом трейлере есть колба, в которой непонятно ебака, а на колбе отрывок из произведения Тараса Шевченко. Катерина. Суть данного, извиняюсь за выражение стишка, в том, что некая девушка Катерина влюбилась в москаля. Хотя ее предупреждали, что москали все плохие. И вот она влюбилась и встречалась с этим москалем и забеременела от него. А москаль ушел воевать, но пообещал ей, что вернется за ней. Но не вернулся. Катя родила и стала позором семьи. Из-за чего члены ее семьи выгнали ее из дома. Катя пошла искать этого москаля, его чудо нашла. А москаль сделал вид, что не знает ни ее, ни ребенка. Короче, он ее не принял. Вот суть данного произведения. И это произведение находится в первом трейлере Сталкер 2. Точнее, отрывок из этого произведения. И да, это отличный стишок, который вообще не носит никаких политических или этнических предпосылок. Встречается в первом же трейлере о политичной игры. Но да, я чего-то не понимаю. Это другое. Это как бы еще 20-й год был, но это другое. Вообще, весь этот бред с тем, что нам якобы приходится выбирать во что поиграть, полный абсурд. То, что игры вне политики давно уже не так, когда никогда не было таковым. Но это не значит, что нужно с пеной урта доказывать, что игра плохая. Как это делал, например, хардплей по отношению к Сталкеру. Или покупать игру, писать негативный отзыв, а потом делать рефант. Как это делают активисты с украинской стороны. Я думал, что игры делятся только на два типа. Плохие игры и хорошие игры. Но я был не прав. Сейчас уже не просто важен контекст, когда игра выходит. Но и то, где она разрабатывается, кем она разрабатывается, кто ее финансирует и так далее и тому подобное. А какая игра сама по себе уже выходит не то, что на второй, а даже на третий план. Что меня как игрока расстраивает. Но с этой волной ничего сделать, как я понимаю, нельзя. В этом ролике я хотел дать понять одну простую вещь. Лицемерие везде. И правды тут нет и не будет. Одни тыкают пальцем и говорят, мол, какая-то русская игра, это кипрская. Другие тычут пальцем в ответ и говорят, что какая-то украинская игра, это кипрская. Что одни, что вторые не замечают в своем глазу бревна. Лично мне насрать, кто сделал игру. Если игра будет хорошей, я буду в нее играть. Если она, пусть там не будет политика, ну примерно как в метро 2033, в которой политика была, там пасхалки Раисе в перде и прочее, я буду в нее играть. Но если она будет злоупотреблять повесткой, политикой и прочим говном, как например метро исход, то шла такая игра нахер. Потому что я когда-то полюбил игры, будучи маленьким ребенком. Из-за того, что там есть интересный геймплей. Интересные персонажи или же интересная история. А то говно, которое не пытается пропихнуть мне и в жизни хватает. Но к сожалению, игр, которые вне политики, вне повестки, с каждым годом будут становиться все меньше и меньше и меньше. Как говорила была Рамзи, например, про сериалы от HBO. Мол, привыкайте. Я не хочу к этому привыкать. Что ж, а на этом все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также залетайте в телеграм-канал и не пропускайте анонсы стримов. И огромное спасибо за поддержку на Бусти. Отдельное спасибо спонсорам с никнеймами Лаки Мук, Эрон Стоун, Алло Чо Три Икса, Сибирский Нефтяник, Хироман, Педофильские Усики и Айту Феникс. Если и вы хотите попасть в эти сомнительные титры, то ссылка на мой Бусти в описании. А на этом уж точно все. И всем всего. Субтитры сделал DimaTorzok